Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня Благовещение, большой православный праздник, который заряжает всех великими духовными традициями. И сегодня Всемирный день здоровья, с которым я хотел бы всех поздравить и пожелать этого самого здоровья. АПЛОДИСМЕНТЫ Проблем вокруг нас сегодня существует в неспокойном мире. И вот случилось то, что многие опасались. Соединенные Штаты нанесли ракетно-бомбовый удар по правительственным войскам в Сирии. Это коснулось даже наших советников. По счастью, кажется, никто не пострадал, но факт имеет место. Президент уже отреагировал. И есть официальное сообщение о том, какова реакция. Это названо агрессией против суверенного государства. Это названо грубым нарушением международного права. Конечно, нам по горячим следам только что происшедших событий довольно сложно делать какие-то основательные выводы. Но, тем не менее, кое-что можно сказать. Эти события подтвердили, что международное право сегодня очень ослаблено. Так же, как по нему нанесли удары минимум с Югославии. Но теперь США делают вид, что... Даже не делают вид, что оно существует. Они приняли решение идти с Сирией до конца, используя любые средства и не считаясь любыми издержками. Но мы-то с вами должны понимать, что удары по Сирии – это не конечная цель. Конечная цель – это как отреагирует Россия. Соединенные Штаты и эти события подтвердили являются нашим геополитическим противником. А у нас некоторые, даже большие политики, до последнего времени радовались тому, что избран Трамп и новая администрация пришла. Но вчера произошло такое, о чем даже Русофоб Обама не говорил и не делал. Второе. Россия поставлена в положение, когда ей придется выбирать между плохим и очень плохим. Если сильный нападает на слабого, то призывы к человеколюбию и гуманизму вряд ли что-то принесут. Но с другой стороны, мы, конечно, ответственно должны понимать, что любой военный конфликт между США и Россией, где бы он ни происходил, чреват переходом до крайней нежелательной точки. И третье. Налицо провокация, которая направлена на то, чтобы выждать реакции России и Китая. Потому что именно в Китае общались в этот момент руководители США и Китайской Народной Республики, когда был нанесен этот ядерный удар. Мы полагаем, наша фракция, что нужно добиваться немедленных официальных заявлений, более развернутых и экстренных заседаний Совета Безопасности ООН. И по большому счету, мы все с вами отдаем себе, наверное, отчет, что это плата за развал Советского Союза, и мы до сих пор пожинаем плоды этого нашего позора. Мы надеемся, что сумеем выстоять, хотя в той социально-экономической и внутриполитической ситуации внутри России это будет исключительно сложной задачей. У нас серьезные социальные и экономические проблемы, у нас нет социального единства народа, а есть раскол по линии неравенства, есть курс правительства, особенно финансово-экономического его блока, который ведет к усугублению ситуации и к росту социального напряжения в обществе. Об этом говорят участившиеся в 2017 году массовые протесты на улицах и площадях, причем я имею в виду даже не выходы интернет-поколения. Мы в сложной демографической ситуации, которая сложилась не за один день. Возвращаясь к тому, что сегодня Всемирный день здоровья, я бы хотел подчеркнуть, что согласно уставу Всемирной организации здравоохранения, это состояние полного физического, душевного и социального благополучия на уровне народа в целом. Это процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности. Именно такой высокогуманный подход к здоровью и жизни граждан впервые в истории цивилизации осуществило советское государство, созданное в октябре 1917 года. Прежде всего, хочу напомнить, что большевики во главе с Лениным вырвали страну из империалистического передела мира, который унес жизни двух миллионов русских солдат и офицеров, и еще несколько миллионов пострадали. Ранены, попали в плен, заболели, вернулись инвалидами. Далее, в 20-е годы, по сути дела еще в ходе гражданской, которую развязали те же силы, что и Первую мировую войну, в Советской России, в Советском Союзе была создана первая в мире плановая система сбережения и охраны здоровья народа, гарантирующая всем людям труда достойную жизнь и доступную медицинскую помощь. Советская страна нуждалась в здоровых и жизненно сильных поколениях для производительного труда и для защиты Отечества, и делалось все, чтобы так и было. К началу 40-го года, напомню, население СССР составляло 194 миллиона человек, или на 30 миллионов больше, чем в 1917 году. Рождаемость при этом была 31,2 промилле, а смертность 18. Естественный прирост 13,2, число рождений на одну женщину 4,4. Да, были демографические потери, связанные с раскулачиванием, были репрессии, была война, но при всех потерях и утратах, за исключением военных лет, население Советского Союза росло, условия его жизни и его здоровья неуклонно улучшались. К 1955 году, через 10 лет после страшной войны, мы вновь достигли довоенной численности 194 миллиона. При этом рождаемость была 25,7, смертность 8,2, а естественный прирост 17,5. Для сравнения, за 2016 год предварительно рождаемость 13 и смертность 13. И такая смертность – плохой показатель для развитых стран. Коллеги, в России идут сложнейшие неблагоприятные демографические процессы. Они обусловлены многими факторами. Одни из них – это необратимые потери, это волны от необратимых потерь Великой Отечественной, которые до сих пор нас достигают. Другие – это следствие перелома 90-х годов и отказа от советского строя. Большинство из нас с вами в этом зале из поколения 50-х, 60-х, 70-х годов. И мы можем сравнивать и сопоставлять эпохи. Совершенно не случайно в середине 90-х произошел подъем, в середине 80-х произошел подъем темпа врождаемости. Люди на первых порах поверили в перемены к лучшему, в обновление социализма, поверили в будущее. Помогла и борьба с пьянством. Это факт. Также, совершенно не случайно, на начало 90-х годов пришелся русский крест. То есть впервые в нашей обозримой истории смертность превысила рождаемость, как и резкий алкогольный подъем. За первое постсоветское десятилетие в нашей стране родилось меньше, чем в последнее советское десятилетие, на 9 миллионов. А умерло в этот же период на 4,5 миллиона больше, чем в последнее десятилетие СССР. В итоге естественная убыль составила 5,4 миллиона. Люди тогда испытали стресс от разрушения привычного уклада, от потери работы и страны, от утраты смысла жизни и утраты жизненных ориентиров. Увы, отрицательные тенденции продолжаются и сегодня. Тот короткий демографический подъем, который имел место в последние годы, был связан со вступлением в детородный возраст от значительно многочисленного поколения, рожденного в середине 80-х, а также, конечно, и с материнским капиталом. Но этот подъем заканчивается, ведь в пору отцов и детей, отцов и матерей вступает поколение 90-х, весьма малочисленное. Итак, наши главные проблемы – это низкая рождаемость вкупе с высокой смертностью, тем более в трудоспособном возрасте и невысокая продолжительность жизни, особенно мужчин. Телеграф на тех мерах, которые предлагает Коммунистическая партия Российской Федерации. Первое. Конечно, нужна государственная монополия на производство и оборот алкоголя. Это не только дополнительные доходы в бюджет, которые можно направить на оздоровление нации, на массовую физкультуру и на подкрепление здравоохранения, но это и контроль государства за качеством. Второе. Это взвешенная молодежная политика, которая включает в себя и заботу об образовании, и о первом рабочем месте, и о жилье для молодых семей. Дайте минуту дополнительно. И третье. Конечно же, это внимание к сегодняшним проблемам системы здравоохранения. Старая советская разрушена, а новая по большому счету так и не сложилась. И, конечно, тренд высокой смертности связан с негативными процессами здравоохранения. У нас, к сожалению, произошло снижение доступности первичной медицинской помощи. Не хватает лекарств, и во многом это следствие пресловутой монетизации льгот и порочной системы государственных и муниципальных закупок 44-й ФЗ. Мы часто слышим с этой трибуны, куда смотрят врачи и куда смотрит Минздрав. Это упрек правильный, но давайте подумаем, почему все чаще медицинские работники забывают о клятве Гиппократа и действуют в другом направлении. Да потому что в обществе создана такая атмосфера, которая нацелена на потребительство, на наживу, на прибыль любой ценой. Принцип живы одним днем. Мы считаем, что система воспитания и просвещения должна быть переориентирована. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok